Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин, и вот уже несколько дней подряд я нахожусь дома в полнейшей изоляции. Единственный мой способ контакта с внешним миром – это служба доставки еды. И тут уже вам решать, герои или те люди, кто остается на работе и доставляет еду, или они все-таки рискуют своим здоровьем и здоровьем окружающих. В сегодняшнем выпуске я покажу, как теперь доставляют еду. Сами службы доставки назвали этот способ бесконтактным. Также я спрошу у курьеров, доплачивают ли им за вредность, и сегодня мы узнаем о новых санитарных нормах каждого курьера. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Здравствуйте. Да, то есть сейчас вы так оставляете, да, эти вещи? Так у вас в комментариях, наверное, написано же. Ага, я понял. Оставить у двери. А обычно как это происходит? Обычно мы достаем. Если вы меня встречаете, да, я кладу, ну, достаю заказ отсюда, вы его сами забираете, я отхожу, забираете, вы уходите. Это когда так получилось новое правило? В связи с коронавирусом, с этим, да? А как вообще, не страшно работать сейчас, когда такая ситуация? Почему это страшно, если я не болею? Если мне клиент пишет оставить заказ у двери, я оставляю заказ у двери. Если меня встречают, я делаю это по правилам, которые указаны. А сейчас не доплачивают за то, что такая ситуация там? Нет, не доплачивают. То есть как было, так и есть? Да. Много ребят ушло с работы, вот когда началась эта вся дежуха? Нет. Прям всем все равно, да? Не то, чтобы все равно, просто, блин, ну, как вам объяснить? Тут не поделать, ну, ничего не поделаешь. Я могу идти по улице, кто-то дыхнет на меня, я приболею, да? Допустим. Ну, я знаю, что я не болею, и, ну, я соблюдаю все правила. А ваше как-то не обрабатывается дополнительно, там, не знаю, продукты или, там, сумка, там, как-то, или... Все обрабатывается. Этими антисептиками мы пользуемся, салфетками постоянно после заказов приезжаем, протирается все, телефоны, буки. Окей, спасибо большое. Да, не за что. Спасибо, всего доброго. Да, всего доброго. Олежка, привет. Привет, Саша. Слушай, звоню тебе, снимаю этот ролик, хочу у тебя спросить несколько вопросов. Есть время? Да, да, есть. Слушай, сейчас в доставке работаешь или нет? Нет, не работаю. Ага, слушай, вот сейчас бы работал в карантину, в такую обстановку? Что по этому поводу думаешь? Ну, возможно, бы работал бы, если бы там больше платили бы. Ну, например, на сколько больше? Ну, двойную ставку хоть. То есть, если платили двойную ставку, ты бы вернулся бы в деливере, да? Не, не вернулся бы. Я просто, если бы я работал бы до сих пор, а возвращаться я не собираюсь туда. А чем сейчас занимаешься вообще, расскажи? Подрабатываю, так. Карантин сейчас соблюдаешь или прямо работаешь все время? Нет, сейчас соблюдается. А что в целом думаешь по поводу коронавируса и этой всей темы? Вообще, очень странно, на самом деле, кажется, что что-то такое рукотворное, да? Ну, я понял. Ну, хорошо, спасибо тебе большое. Да не за что, Саша. Спасибо, что ты понял. Все, давай-давай, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, и интересует, я видел, что Яндекс, короче, оставляют еду прямо на сумке. В деливере есть такая тема? Да, 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 да. А как вообще сейчас, тебе не страшно работать? Да, почему? Ну, типа карантин, там все говорят дома сидеть. Да, это, я считаю, что это бред. Да, я считаю, что это, типа, лажи и можно, типа, существовать, как и раньше, да? Я понял тебя. А что вообще на работе, там больше заказов стало или нет? Почему? Конечно, сейчас только, в основном, на вынос работают. А людей прибавило в доставке или как вообще? Ну, как выходные. Доплачивают в деливере именно за то, что, типа, ну, как знаешь, за вредность условно. Такая же зарплата, все такое же, понятно. Ну, а так, что можешь рассказать в целом твои наблюдения вот за эту неделю? Рассказать только одно, что очень тороплюсь на самом деле. Ну, хорошо, окей, спасибо. Санёк, привет, слышно? Я Санёк. Здравствуй. Как у тебя дела, расскажи? Ну, все потихонечку. Все, я тебе звоню по такому вопросу. Ты сейчас в Яндексе работаешь или нет? Нет. Я уволился в ноябре. А, слушай, вот... Я тебе так уволил. Да, вопрос такой к тебе. Вот если бы ты сейчас работал в Яндексе, за какую бы сумму? К примеру, вот в карантин, в такую ситуацию. И вернулся бы вообще, если бы там платили побольше денег? Ну, знаешь, у меня снялся кошмар и... Что тебе объяснится? Я сначала смотрелся по цветам снов, что я, типа, якобы снова работаю в этой идее. Я просто боюсь такой, блядь, мне это приснилось. Ладно, я господи. Понятно. Ну, то есть ты бы не вернулся, да, вообще? Нет, я бы не устроился. Ну, я понял. Ну, ты, короче, не соблюдаешь карантин, ходишь по улице смело, не боишься, да? Ну, нет. Ну, я могу так, чисто, чтобы всем было спокойно одеть маску. Угу. Так уже, собственно, наручено. А то я не хочу носить эти бомбиничные маски. Угу, я понял. Ну, тебе, короче, по большому счету все равно, да? Ну, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Ага. Спасибо. А подскажите, вот не страшно сейчас работать в такой период? Да нет. А что-то изменилось, когда начался коронавирус, там, на работе, может быть? Да, в меру безопасности видя. А какие? Протирание сумок, протирание рук. Ну, и, ну, ежедневно это. Ага. Ага. А так, народу много больше на работе стало или там? Ну, пока непонятно, но, думаю, скоро будет много станет в очереди. Ну, а в целом, так не стрёмно, да? То есть, я понял. А там, например, как к маске относишься, то есть, носить, не носить? Почему не носить, например? А, ну, я снял. А, я понял. Ну, так, в целом, вот как ты сам думаешь, что будет происходить? С чем? Ну, твои мысли, по-моему? С доставкой или с миром? С доставкой. Да, ну, наверное, сейчас вырастет, потом у людей денег не станет, курьеров станет много, и доставка спадет. Сейчас заказов много больше стало? Чуть-чуть. А там дополнительные деньги, там, не платят за тип? Нет, но из-за того, что доставки много стало, стало нормально уходить. Ага, я понял. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Пока-пока. Я приехал, чтобы сдать анализы на коронавирус. В эту пятницу выйдет ролик о том, как я сдавал анализ на коронавирус. В этом ролике вы увидите, как берется анализ на коронавирус, сколько стоит этот анализ, почему я решил его сделать, и в самом конце мы с вами узнаем результат моих анализов. Обязательно подпишись на канал, для того, чтобы не пропустить это видео. Итак, друзья, вы сами все видели. Обязательно напишите свое мнение по поводу доставщика в комментариях. Мое мнение по этому поводу, то, что если ты все-таки работаешь, нужно соблюдать максимальные меры предосторожности. То есть нужно ходить в маске, обязательно в очках, чтобы руки были в перчатках, постоянно протирать руки и все, с чем ты соприкасаешься в течение 15-20 минут. И только в этом случае тогда можно, в принципе, работать. Лучше, конечно, в карантин не работать и отсидеться дома, но в то же время я понимаю ребят, то, что им нужно зарабатывать деньги и работать, чтобы оплатить свою учебу или квартиру. Поэтому мне также их жалко и в то же время я не поддерживаю то, чтобы работать в карантине. С вами был Александр Жучкин. До новых встреч, друзья. Ваше мнение пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok